Ну что же, всех приветствую, братья. Давно не выпускал прогнозики, но я думаю и объяснил за счет чего, да, во что и попал. Перед данным прогнозом хочу сказать некоторым личностям, которые мне писали в личные сообщения ВКонтакте. Слушай, если у тебя реально был бой, а где же видео? Ну, это я быстро объясняю. Во-первых, это тупость было писать такую. Во-вторых, это подпольная организация, и никакой нахрен придурок в подпольной организации тебе не даст снимать видео. Несмотря на то, что ты выступаешь там же. Любой промоушен, возьмите, хардкор, топ-дох, разрешает ли бойцам лично вылаживать свои поединки на каналы? Ну, я точно не знаю, может некоторые организации разрешают, но это подпольнейшая нелегальная организация, которая не несет никакой ответственности за травмы спортсменов в данных противостояниях. Поэтому, думаю, объяснил таким людям, объяснил. Ну и мы начинаем. Эрена Льдана против Яны Куницкой. Эрена Льдана. 18 боев, 12 побед, 6 нокаутом, 3 решением, 3 сабом. При 6 поражениях, 2 нокаутом, 4 решением. Давайте так сразу. Боец он довольно-таки разносторонний, преимущественно работает в стойке, но и борьба у них, в принципе, на должном уровне. Далее. Оппозиция. Холли Холм. Рекель Пеннингтон. Кэтлин Чукайган. Оппозиция достойная, достойная. Чукайган забрала у ней только вообще раздельным решением, хотя девушка очень хорошая, девушка ток, можно сказать. Холли Холм забрала также решение. Пеннингтон, я не ошибаюсь, тоже забрала решение. Яна Куницкая. 19 боев, 14 побед, 7 нокаутом, 6 решением, 1 сабом. При 5 поражениях, 2 нокаутом, 1 решением, 2 сабом. Почти все поражения у ней были досрочные. Почти все. Только одно проиграло решение. В борьбе хуже. Ирена Льдана будет, по моему сугубо векиному мнению. Думаю, гораздо похуже будет в стойке. Плюс-минус девушки равны. Оппозиция Ирена Льдана лучше. Думаю, тут и рассказывать больше нечего. Друзья, для меня здесь фаворитка Ирена Льдана, честно. Коэффициент на девушек примерно на 1,1 на 9 и на 2,1 на 9. Для меня здесь 60 на 40, фаворитка Ирена Льдана. Она фаворитка в борьбе. Плюс-минус равная стойка, если еще не лучше. И лучшая позиция. Вот для чего я и выделяю здесь 60 на 40. Далее, вторая более-менее тоже логичная ставка. Но опять-таки, я не знаю. Здесь есть определенные риски. Если чисто предположить, Льдана может и финишировать Яну Куницкую. Конечно же, нельзя сказать, что Льдана это здесь какое-то прям железо. Но по тем факторам, которые я увидел, разбирая данный поединок, я думаю, что здесь она в принципе-то фаворитка. Я думаю, кто-то со мной согласится, кто-то нет. Но это также ваше мнение. Полный бой. Здесь есть свои риски. Коэффициент невеликий, да? Ну, не знаю, братя. Не знаю. Вроде и полный бой смотрится. Но еще вторая ставка. Я не знаю. Я думал, Льда на решение. Но опять-таки. А вдруг она возьмет и финиширует каким-либо сабмом Куницкую. Да? Хоть она и сама, по-моему, с нокаутом бывала. Но у нее позиция гораздо-то получше была, нежели у Куницкой. Я не знаю, братья. Чистая победа вроде норм смотрится. Из-за такой кэфф вроде неплохо. Есть там определенные риски. Но она лучшей Куницкой, как по мне. Все. Вот такие были мои мысли. Вы делитесь своими мыслями на данное противостояние. А я для вас разбираю дальше. До новых встреч. До новых прогнозов, братья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова